всем привет друзья мои дорогие ну что же сегодня рубрика чтение ваших комментариев как хороших так и плохих хочу похвастаться какой подарок мне сделала жена этот мой стакан любимый а это такая подставочка под стакан замечательная это ручная работа делает мастер кузнец обалденная штука мне вообще очень понравилось супер просто супер сделано очень очень красиво очень качественно вот здесь каждый палец прямо отдельно все вообще красота вещь супер ну что друзья мои почитаем что вы мне там пишите ой некоторые комментарии такие я просто просто в шоке друзья мои просто в шоке сейчас чуть-чуть так просто не понимаю вот некоторые люди наверное сидят и ждут когда я выпущу видео чтобы поставить дизлайк басы сегодня вот людям реально делать нечего ну что ж друзья мои почитаем интересного эрик нур смотреть на скорость 175 денис сенин виталик говоришь как меня услышал у нас городе среди друзей кто где кто в мастер по ремонту известных дилеров то сварщик то и риск то строитель встречаемся выпиваем практически как каждую пятницу много лет но есть люди в 30 просто за пару лет в говно седые уже как так сами не понимаем пома помогали не хочет а похмел за 40 обязательно дядю так закопали утром встал и кто-то вылил пока одевался продолжение известно ну да многие люди спиваются почему успеваются достаточно непонятно вот очень такой интересный комментарий николай голубцов читать буду все как есть пиздец ты олень ты снимай лучше чтобы народ не пил ты не понимаешь что ты их наоборот подталкивает ты дятел тебя пристрелить нужно из-за таких как ты у нас мужики испиваются бред сивой кобылы роман баев мы с кумом 3 литра на двоих до под яблочко за 6 часов выпиваем а тут пол пузыря до по такую закуску это только смех вызывает если мы так закусывали то водка на ветер много раз говорил повторю еще раз я на видео не бухаю как свинья а выпиваю грамм 200 максимум там чекушку под хорошую закуску под обед под ужин это не бухалово это не пьянство дроник movers я подписан на несколько каналов на ю тубе вот сейчас я подписался на канал территории мужских увлечений витал пьем вместе просто я за кадром ты меня не видишь я тебя вижу поэтому мне не скучно быть добро дроник movers movers не бро ты не понял они сука хотят чтобы ты под эти яйца нажрался до усера и блевать не еле-еле языком ворочал только какой пункт она будет от твоего общения если не правильно изложил подправь меня да совершенно правильно наверное интересно когда уж раться там в соплю в слюни там сидеть у так вот там мне это не интересно друг насколько атмосфера подрывной клапан стоит до хрен его знает киа прайд друг спасибо большое чё только не делала после зачистки нагревательного элемента колонка перестала тухнуть еще благодарю тебя ильдар ильдаров их муравей остатки наверное сср да 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 остатки сср привет виталик видео лайк влад шева дебилизм комедий клап мужик учит просто бухать охуеть алла бархатова с праздником андрей горн колхоз все маков витальсон с праздником тебя с днем защитника отечества всех благ мирских и господских тебе благодарю от души благодарю сикоша мажитов 20 минут бреда виталия ты хотел зерновую поставить для перегонки без дефлегматора получилось нет еще не еще не ставил пока у меня все емкости заняты были мне как мед не могу перегнать времени вообще нет жесть ужас и кошмар друзья мои друзья вообще времени категорически ни на что не хватает сейчас почитаем комментарии к видео как пить и не спится вся сила в яйцах и самогоне вася пупкин зачем на первом яйце делал первое отверстие сбоку все время об этом думал приглашал бы кого иногда ниже у тебя друзья интересные можно сделать отверстие сбоку можно сделать отверстие противоположные там сносика для того чтобы яйцо легче вываливалась а по поводу пригласить кого-то ну попробуйте завести канал на ю тубе и поснимать своих друзей как вы с ними сидите отдыхаете бухаете я посмотрю много ли людей согласиться у меня пока что таких людей нет сергей соколов витальсон видео как всегда для застолья его и отдыха отлично михаил федоров алкаш это образ жизни володарский с закуска все время одна и та же зелень и яйца у тебя запора нет от яиц нет запора от яиц у меня нет если ты смотрел мои видео то таких комментарий комментариев не писал спасболгон 83 приветствую витальсон работал я в одной конторе в спаллином районе рядом с нами была рюмочная наливайка я к 7 30 приходил на работу а в наливайке уже движуха в полную силу толпа собралась внутри завтракают завтракают в кавычках целый день там тусня контингент от 17 наверное до 60 причем людей после полтинника не так много молодежь нормальные зрелые мужики в основном как на перекур выйдешь так невольно слушаешь их голдеж там через одного все мастера на все руки а каждый третий доктор наук по совместительству по всему на свете и так они весь день там тусят пьют курят еще пьют ругаются друг другу бьют морду опять ругаются опять бьют с каких шишей бухают непонятно контингент один и тот же видать живут соседних домах целый день торчат в наливайке и ни черта не делают главное бывало в конце смены ходили деньги разбивать продавцам в наливайку так там такие пачки бабла что создается впечатление что это не тошниловка а премиум кабак в общем зло эти наливайки травят в них людей не пойми чем извлекают дешевизны и доступностью друзья потребляйте ответственно не превращайтесь скотт всем добра у нас тошниловка называлась тоже рюмочная было тоже был постоянно одни и те же рожи постоянно с утра до вечера и и моё вид квасит там каждый день откуда деньги у людей фиг поймешь ходят сшибают там металл какой-то таскают я не знаю там василий кузьмина где нормальная закуска василий а что ты подразумеваешь под словом нормальная закуска для меня нормальная закуска это именно то что кушаю я а если вы смотрите мой канал то вы знаете что я кушаю а всякие я не знаю суши роллы хуёлы и всякая такая поебенишла и бень я не считаю это нормальной закуской я могу поесть до тех же самых роллов тех же самых суши какую-нибудь эту фунчозу фрунчозу хренчозу там заказать там пиццу хреницу там я не знаю но это все очень редко потому как меня и вся эта едеба такая не впечатляет я люблю кушать по простому так как привык скажем так по деревенски по простому андрей андрей привет из днем алкоголика друзьям быть добро еда на огне привет блин у тебя талант просто ты то вкусно пьешь и закусываешь а еще так байки траве что прям хочется пойти перцовки достать но я буду держаться не поддамся на провокацию короче в пятницу расслаблюсь меня лайк я мысленно с тобой я боровик с годами здоровье в любом случае становится меньше да я согласен пока те 20 с небольшим это одна доза имеется ввиду алкоголя под 40 другая а за 53 если в 50 будет заливать так как 25 там не только инсульт там все может произойти расскажу один случай из своей жизни мне полный 48 лет в общем года три тому назад встречаю я одного знакомого он на год старше меня но и он под датой предлагает значит мне выпить с ним я ему отвечаю что уже года два как не пил и не тянет он значит так улыбается поговорку вспомнил про то кто не пьет тот либо больной либо подлюка но постояли поговорили в концовке так высокомерно соболезную тебе что еще сказать могу на этом и разошлись месяца через два может больше встречаю его в центре нашего поселка стоит он не узнать похудел весь какой-то желтый не охерел в чем спрашиваю дело да я же дома с лестницы второго этажа шлепнулся по пьяни ключи все сломал вот только гипс сняли беда была полная соболезную тебе что еще могу сказать сказал я и пошел по своим делам дальше ну мораль сей истории такова что алкоголь чрезмерное употребление алкоголя в принципе до добра никого еще не доводило я согласен вискарь бурбоныч привет дружи привет вискарь бурбоныч вот написал тоже такую длинную печальную историю сейчас я зачитаю ну поведаю я грустную историю с трагическим концом был у меня старый товарищ по совместной службе жил в туле раз в месяц созванивались в июне договорились встретиться у меня на даче десятилетики домашние попить на стоечке 1 января поболтали по телефону минут 30 службу вспомнили про баб как всегда к слову сказать виктор был любопильный человек и очередная сожительница уже в начале второго десятка была вольву купил квартиру однокомнатную гиппешник магазинчик держал жил у сожительницы на хате и вот позавчера открываю одноклассники я там редкие гости вижу бывшие сослуживцы скорбят об викторе умер а когда и как никто не знает я в шоке набираю его номер идут длинные гудки но телефон не берет утром рано звонит мой телефон смотрю номер виктора с надеждой сдвигаю пузунок а там хриплый голос ли до его сожительницы извинилась что не сообщила целый час рассказывала его последних днях оказывается 1 января наш после нашего разговора виктор ушел в запой 63 года еще крепкий мужик но умер как последний алкоголик пил не просыхает до 24 января утром 24 не смог поднять стакан колбасила его очень сильно приехала скорая не дал поставить капельницу всех выгнал и до обеда уже не дожил человек с высшим образованием подполковник в ввс запасе просто убил себя этой водкой до печальной истории таких историй довольно таки много когда здоровые крепкие мужики в расцвете сил умные образованные а водка губит вот как-то я не знаю почему так случается примут убивает водка там сжигает их жесть артем астероид я думаю чтобы пить не спится прежде прежде всего нужно иметь мозги но мозги конечно должны быть юрий травкин и работу и зарплату достойную и многоточие п в лог киеве если ты пьешь то мозгов уже нет вкусно так вкусно так это ник так ты вкусно сырые яйца пьешь и самому захотелось хотя сырые я не влайк рот редкий дар аппетитный есть на камеру алка фишерман привет привет витальсон в видео зачет есть идея ты когда следующее видео с яйцами будешь делать включай фоне дискотеку аварию яйца ну авторские права авторские права знающий землянин похмелиться и догнаться золотые слова это давно было я не знаю сколько мне было там может быть лет 18 19 где-то в этом районе царство небесное там был у нас один липковский алкоголик кстати тоже бывший интеллигентный человек фотограф спился я не знаю то же самое сбухался ходил по городу там клянчил бабки какие-то а вот стою я значит попиваю пивко бутылочку тогда еще было пиво топин у нас тульское акционерное общество пиво и напитков попиваю пивко подходит он весь трусится его там колбасит весь такой блин туда-сюда браток дай похмелиться там ради христа все такое я стою блин думаю ну нахер что тебя послать но надоел уже блин у всех все клянчишь ходишь и вот он тогда мне сказал это первые словах как ну эти услышал я вот именно от этого человека что типа браток вот видишь если человеку хреново помирает да не откажи ему в лотке пива там блин или в стакане водки если есть такая возможность а то ведь помрет человек блин какой бы алкаш типа не был а все-таки человек но если видишь что человеку надо просто тупо догнаться не давай ему ничего дай ему пинка под задницу вот так вот сергей евгеньевич алкаши в основном это лентяи которые не хотят работать пьют ведром и не закусывают почему испиваются это точно евген сашин такой длинный комментарий в принципе я не хочу его читать потому что он ну не надо его оглашать сергей медведев виталь люди спиваются в основном из не благополучных семей дети сирота региона мы сами же понимаем о чем я говорю люди со слабым характером бомжи и т.д. и то что и довело до этого конечно это не сами но вопрос ты нормально живешь в Тульской области я смотрю твои выпуски самого начала это приемлемо что-то взял ипотеку и не спился хотя могло бы быть и такое если бы что-то не получилось и ты погнал бы в запой все могло быть я не пойму почему ты свою нынешнюю вроде бы удачную жизнь противоставляешь и опровергаешь жизнь тех алкоголиков кем сам спокойно мог быть ну ты знаешь если так обо всем думать кем я мог быть и кем каждый из нас мог быть и не стал может быть я мог бы быть я не знаю там президентом не алкоголиком почему именно я мог бы быть алкоголиком странно у меня куча примеров когда люди с высшим с двумя высшими образованиями спивались в хлам превращались в бичей в бомжей в обоссанных емое из благополучных семей с образованиями бывшие директора заводов так что не всегда тут роль решает то что человек живет в регионе или там человека какой-то из неблагополучной семьи здесь были меня не знаю факторов разных при великое множество юрий травкин липки от шпачокина там и лазарева рукой подать все детство прошло быть добру быть добру юрий да да лазарева в принципе недалеко там может быть меньше 50 километров где-то так от нас камиль ельмудинов отличный видеокласс почему же интересно некоторые люди спиваются потому что они остановиться не могут а почему они остановиться не могут вот меня вот этот вопрос всегда удивлял вот я не могу остановиться вот мне там говорят о я пью я не могу остановиться ты хер и знать бред какой-то ну я захотел выпил захотел не выпил как так я пью не могу остановиться хрен его знает не знаю не знаю сергей москаленко естественно отбор слабые духом спиваются и уходят и мне этих не жалко взрослые способные на свершение начинают себя жалеть и обвинять всех своих невзводах из горя и недопонимания бухают за что их жалеть это их выбор и скатертью им дорожка да ну тут у каждого мнение свое металлокоп 40 рус подскажите пожалуйста хочу купить себе аппарата жена против дома маленький ребенок есть какой-то вред ребенку при перегоне и при настаивании браги спасибо на этот вопрос ответил спазмолгон 83 сейчас я зачитаю ответ да уж сдается мне что жена все равно не разрешит тебе купить аппарат а будешь конючить то и в угол поставит а твою жену не пугают поля от вайфа и мобильника которые окружают нас постоянно ну пошутили и хватит а если серьезно то при сбраживании дрожжи выделяют углекислоту тоже что и мы когда выдыхаем вред есть но естественный их выхлоп пахнет немного есть вариант ставишь гидрозатвор и трубку вытяжку или канализацию то есть процесс брожения безопасен с перегонкой немного сложнее но опять же есть запах алкоголя при перегонке решается тоже легко крышка на приемную емкость с нее шланг вытяжку или в канале а теперь самое интересное не забываем что в силу ряда причин аппарат может эбануть причем с веселенькими последствиями виде пожара разрушения квартиры твоей соседних ну есть определенная вероятность что тебя во время пиздеца тоже контузит или прибьет на глушняк поэтому на твоем месте я бы спросил у жены готова ли она оставить вашего ребенка сиротой лишиться квартиры естественно есть правила техники безопасности соблюдения которые скорее всего пиздеца удастся избежать так что подводя итог целом вреда для ребенка не будет аппарат покупать только с умом а то есть такие аппараты которые даже включать не надо купила сразу неси на прием железа а то напьешься продукты с такого аппарата и копыты откинешь ну и опять же получится дите сирота мать одиночка и я пишу ну ты дружи жуды нагнал спазмолгон в ответ приветствую витальсон ничего не нагнал я пусть лучше сейчас вспыхается и будет внимательным и осторожным чем расслабленным балбесом тогда реальный бонет и положит его и жену с дитем свободный охотник одиночка одиночка привет молодец спиваются люди молодец спиваются не люди слабые трусы бродяги никчемные твари несчастные маленькие наценки за которых все решали и не имеющие не видящую цель мечту в своей жизни и раньше они были сидели в лтп статья была за тунеядство вот ты их и не видел а клад на чердаке был ты его не нашел может быть и был может быть лтп кстати у нас было здесь недалеко километров 25 где-то от меня дтп раньше было каптен флинт каптен флинт для меня тоже загадка может от того что магазинная пьют напились голова трещит похмелиться надо ну и по новой может так да нет я думаю что все гораздо 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 сложнее сэр матрос здоровье тальцом все как всегда супер будь здорово спасибо всего три топора приветствую виталия так думаю что люди которые начинают по черным бухать это сломавшиеся индивидуумы потерявшие жизненный ориентир и веру в себя в основном это происходит после долгих депрессий либо когда человек теряет своих близких родных когда некому поддержать и направить человека на рельсы вот тогда то она и приходит одна единственная мысль бухануть а там трава не расти да согласен такой фактор сего есть есть такой фактор я таких людей знаю да согласен михаил клюев ветал а в чем прикол сырые яйца и бухришка а при чем тут прикол я просто так люблю это я отвечаю да я просто так спросил ради любопытства владимир пархоменко я когда пацаном тогда еще помню старший говорили закусывать яйцами надо пленять не будешь яйца обволакивают стенку желудка и не дают быстро всасываться алкоголю может быть но я как-то с этим не заморачиваюсь все макова в супер видео витальсон лайк вася моргачев приветствую витальсон от души за видео актуальная тема виталий дергай привет виталия тоже случай был мать закрыла на вас похмелье а онку не двинул врачи сказали если похмелился вовремя был бы жив а яички домашние тоже люблю как всегда лайк юрий будин виталик ты прав спеваются не те кто пьет правильно те кто героем хочет слышали среди друзей знающий землянин а про сырые яйца верно говоришь сила не буду писать долго знакомому 50 года рождения получил очень большую дозу радиации все кто был с ним плохо кончили а он сырые яйца пил ему профессор один посоветовал сам шоке помогло так он по утрам натощак 10 штук за раз выпивал евгений шиховцев пропаганда алкоголя ну ты и мудак самогон водка какая разница ты ведешь пропаганду пить алкоголь ну ты и мудила да походу не мудил это ты раз ты нихера не понимаешь в тех видосах которые я выкладываю на канал фредди крюгер ты сам скоро сопьешься стопудов а вот хуёв тебе тачку фредди крюгер юра юра витальсон что за звуки на 3 на 3 30 минуте кто скурит лайк да не никто не скурит это жена убиралась и это скрип по стеклу такой киллер youtube не умеешь пить не пить не еби мозги не себе не людям тимирбек из лямов сколько радости за сырые яйца как будто залям яиц купил бульдаров закуска андрей канаев виталий ну конечно ахуистически закусывать своими яйцами самому нравилось но это до поры до времени так что завязываю тебе не 16 мне кажется это не спиртное ведь пьяного мы тебя не видели денис сенец чего там пьянеть конечно не спиртное я спиртное вообще не пью это так чай подкрашенный а когда его поджигаю это что у вас разве чай не горит у меня горит ерема тиви алкашина андрей дрон что попало я не пью у меня большой а кью славян самогонов и тальсон ты сначала белком закусываешь потом желком просто я звуга лим я гоголь-моголь предпочитаю да я сначала же белок потом желток но я в принципе могу и так могу и так могу и гоголь-моголь намутить как-то так дорогие мои друзья как-то так ну что ж ребята закончу наверно блин пойду чем перекушу время 18 43 пора чего-нибудь уже приготовить чего-нибудь поужинать чё друзья мои быть добру оставайтесь со мной смотрите мои видео подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки мне будет приятно все ребята пока быть добру